В Ненецком округе появятся временные полигоны для твёрдых коммунальных отходов. Администрация округа одобрила выделение средств в размере 5 миллионов рублей на разработку соответствующей проектно-сметной документации. С 1 января 2017 года все регионы должны перейти на новую систему утилизации мусора. Для этого субъектам предстоит выбрать регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, который будет отвечать за мусор с момента его погрузки в мусоровоз и до конечных стадий переработки. Вместе с выбором оператора регионам предстоит разработать региональную программу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Для населённых пунктов будет разработана соответствующая подпрограмма. Сейчас разрабатывалась террориальная схема по отходам. Как вы знаете, там уже эти 9 полигонных примерно предусмотрены. Поэтому это соответствует, когда она будет готова. Мы просто сверим координаты по этим участкам и будем разрабатывать уже проекты. Разработкой технических заданий для строительства полигонов ТКО сегодня занимается МКУ Северное Заполярного района. В документах указаны источники мусора и нормативы накопления. На основании этих данных и будет разработана проектно-сметная документация на строительство временных полигонов в населённых пунктах. По словам Алексея Николаева, 9 полигонов разместятся в наиболее крупных населённых пунктах региона. Разработка документации по строительству временных полигонов – это один из первых шагов на пути к выполнению нового федерального стандарта по утилизации мусора. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.